Доброе утро, дорогие друзья. Новая глава Пинхас. Несколько слов о том, что происходит, какие уроки с этой главы. Знаете, есть две вещи, которые не всегда плохие в жизни, но всегда плохие в религии. Это компромисс, который в жизни обычно очень полезен, а в религии обычно это катастрофа. Ну и сомнения. Сомнения, которые... Это самый страшный враг человека. Все время человек пребывает в каком-то... Когда он грешит, он может покаяться. А когда он сомневается, согрешил или не согрешил, тогда это большая проблема. Больше того, он еще грех представит как подвиг. Так устроена психика человека. Написано, что перед смертью царь Янай сказал своей жене, не бойся фарисеев, там это мудрецов, не саддукея, бойся только лицемеров, поступающих как Зимри и требующих за эту награду как Пинхас. В этой недельной главе у нас в очка Лена, мы уже говорили Зимри, который привел в стан чужую, так сказать, принцессу и начал с ней блудить. Он еще думал, что он сделал подвиг. Народ начал блудить с дочерями Маава, а те, кто приглашали народ к трапезам, в честь идолов, в свою очередь, и как бы получалась двойная проблема. Народ ел и поклонялся истуканам. Написано, что так Израиль прилепился к Балпиору, и Господь разгневался на Израиль. И вот тогда Зимри сказал, если выходят дочерям Маава туда, в этот местный публичный дом, грешат развратом, идолопоклонством. Давайте лучше приводить дочерей Маава к нам, и тогда только один грех будет. Меньше из зол. Необходимый компромисс. Встал Пинхас и, написано, возривновал. Кто дал право устраивать тебе компромиссы? Что, Тора, принадлежит тебе? Ты хозяин заповеди, ты хозяин мира. То же самое было с пророком Ильяву, который мы считаем, что это тот же Пинхас, написано, который единственный живым поднялся на небо. Он, когда собрали людей, он сказал, выберите. Если Бог, это бал, идите за балом. Если Бог, Господь, идите за ним. Только не живите компромиссом. Вспомните еще, наша праматерь Ливка очень страдала. Сыновья метались у нее внутри. Когда она проходила угол входа в Бейтмедраж, Яков стучался, желая выйти. А когда мимо капища идолов, Исаф пытался выйти. Что она сказала? Если так, то зачем? И пошла к Шему. Зачем? Чтобы получить все эти благословения, чтобы прекратились мучения. А он что ей сказал? Два народа у тебя внутри. Так они мечутся, там что мучения продолжатся. Чем помогла ей просьба? Помогла? Ливка успокоилась. Ведь вчера она страшно испугалась. Что это за личность у нее внутри? Которая ей в синагогу тянет и кидала, поклонникам тянет. Что это за странное существо? А когда он слышал, что их двое, одного тянет в одну сторону, а другого в другую, она успокоилась. Главное, что не тот, что любит компромиссы в религии. Это указание для нас и руководства к действиям. Наша жизнь должна быть ясной, четкой, определенной и решительной. Не надо смешивать и комбинировать, проявлять слабость и колебаться. Рафхайм из Бриска рассказывал такую короткую притчу. Был один еврей. Он был прямодушный, чистый, всегда трепетал перед Богом. Выполнял все запятни. Но у него была одна проблема. У него был единственный нож. Вилок много, ложек много, а нож один. Что делать? Надо резать молочное и мясное. Тогда он решил так, конечно. Одна сторона ножа будет молочная, а другая мясной. Замечательно кажется. Даже странно, что никто раньше до него не додумался. Зачем нужны два разных ножа? И не понял наш еврей, что если половина ножа молочная, а половина мясная, то весь он целиком совершенно трефной. Также и те, кто считает, что можно смешать святое, будничное, свет, тьму. Это невозможно. Не то, чтобы говорят, что можно прямо смешать, а воспитывают в разных направлениях. Столько-то процентов святого, столько-то процентов будущего. И создают, что сто процентов трефного. Однажды Хазон Иш сказал. Он пришел к Раву Хаиму Городзенскому. И к нему приехала делегация из Франкфурта. Они просили, чтобы он рекомендовал им кого-то, кто может занять пост раввинового в Франкфурте. Но при этом говорили, что он должен знать светские науки. И в дополнение к званой Равина иметь докторскую степень. Смешать это все вместе. И знаете, что я им ответил? Он сказал им, когда титул доктор стоит рядом с титулом Равин, это значит, что Равин болен. И ничего более. Это шутка, конечно. И так мы с вами пришли к тому, что сегодня нам рассказывается, что желательно все-таки сделать какой-то выбор. Надо сделать что-то одно. Идти по двум дорогам одновременно очень сложно. Очень тяжело. Это не исключает того, что человек в какой-то момент пойдет по одной, но это ухудшает возможности выбора и, конечно, из жизни. Вообще зависит от Бога. Только наш выбор вот этой дороги, он всегда от нас. Как твои дела? Сказал вот Раби одного купца. Слава Богу, здоровье в порядке, заработок в порядке. Не, как твои дела, говорит Раби. Но он говорит, я же сказал, здоровье в порядке, заработок в порядке. Я спрашиваю, как твои дела? Дело в том, что твое здоровье и заработки это от Бога. А как дела твои? В какой дороге ты идешь? Брахава, Ацлаха. Всего самого лучшего. Чтобы мы с вами шли хорошей, правильной дорогой. Спасибо.